В следующем году Россия с широким размахом будет отмечать 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В честь этого события Банк России подготовил к выпуску новую серию монет «Оружие Великой Победы – Конструкторы Оружия». Серия будет состоять из 19 монет, половина из которых будет выпущена уже в этом году. Вообще, памятные монеты, посвященные различным юбилейным датам к Дню Победы, выпускались и раньше. Так, в Советском Союзе к 20-и краткое, 30-и краткое и 40-и краткое годовщине Победы были выпущены юбилейные монеты номиналом 1 рубль. Тиражи у них многомиллионные и эти монеты есть, пожалуй, у каждого коллекционера. Затем уже в России к 50-летию Победы был выпущен набор памятных монет. Тираж их относительно небольшой – 200 тысяч наборов. Цена такого набора превышает 10 тысяч рублей и не каждому он по карману. А к 70-летнему юбилею Победы была выпущена целая серия, в которую входит 40 монет. Большой плюс монет этой серии состоит в их относительно невысокой цене, из-за большого тиража, и возможности приобрести их даже начинающему коллекционеру. Если сюда добавить огромный выбор альбомов для этих монет, то эта серия способна украсить любую коллекцию. Условно всю серию можно разделить на три части – выдающиеся сражения Великой Отечественной войны, крымские сражения и набор города-столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня поговорим о первой части этой серии. В серию выдающиеся сражения Великой Отечественной войны входит 18 монет-монет номиналом 5 рублей. Чеканились они на московском монетном дворе. Тираж каждой монеты – 2 миллиона экземпляров. Достаточно большой тираж монет обусловил их доступность для широких масс коллекционеров. Набор из 18 монет в хорошем альбоме можно приобрести в пределах 700-900 рублей. Отдельно хотел остановиться на альбомах. Для всех 40 монет этой серии я приобрел три альбома одного производителя. Альбомы просто шикарны по своему исполнению, не реклама, только личные впечатления, отличный внешний вид, много дополнительной информации и в целом видно «Единую серию». Монеты этой серии рассказывают нам краткий курс истории о том, как развивалась Великая Отечественная война. Расположены монеты в хронологическом порядке. Первая монета серии посвящена героической обороне Москвы, которая началась в декабре 1941 года. Далее идут Сталинградская битва, битва за Кавказ, Курская битва и битва за Днепр. Здесь уже происходит переломный момент, когда от обороны Советская армия переходит к наступлению. Красная армия продолжает теснить врага по всей огромной территории Советского Союза. Завершается блокада Ленинграда. Проводится Днепровско-Карпатская, Белорусская, Львовско-Сандомирская, Яссо-Кишиневская, Прибалтийская операции, освобождается Карелия и Заполярье. Война, можно сказать, покидает пределы нашей Родины. Затем боевые действия переносятся на территории других стран, оккупированных фашистами. Разгромом немецких войск завершается Будапештская, Висло-Одерская, Восточно-Прусская и Венская операции. И завершающим аккордом войны стали Берлинская и Пражская операции. Просто не могу нарадоваться альбому, это целый учебник истории, только в миниатюре. Здесь есть и краткие описания сражений, и сравнительные характеристики войск, участвовавших в битвах, и военные карты, и описание орденов и медалей, которыми награждали отличившихся воинов. Обзор оставшихся монет серии продолжим в следующих статьях. Спасибо, что дочитали до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!